Огонь. Это самое прекрасное, что есть на планете. С давних времён небесный дар служил нашим предкам, оберегал от хищников и освещал тёмные лабиринты пищ... Джон Си! Да ты чего нас учишь, жуй, этот чувак всё испортил! Я тебя забыл и даже трахнул обезьянку! Ёлый! Сегодняшнее по 4 файл называется «Раскалённый стальной шар» и «Мегавзрыв». Поэтому оторвите кусок обоев со стены, возьмите ручку и записывайте всё, что вы услышите. Короче, в этом видосе мужик взял раскалённый шар и кинул его в миску с бензином в надежде на то, что будет самый мощный взрыв во вселенной. Чем всё закончилось и была ли третья мировая сегодня в программе. Не переключайтесь. Знаете, в последнее время такого барахла очень много заливается в Ютуб. Пока мы с вами сидим, кто-то пытается найти лекарство от рака, кто-то находится на орбите, кто-то проводит тяжелейшую операцию, а кто-то раскаляет стальной шарик с размером кроличьего яичка и наслаждается экспериментом. Я взял самый большой шар, который у меня есть. Но в гуще потока медиаресурсов находятся и те, кто делает это уж больно смешно. И я так в последний раз улыбался, когда мой сосед напился, снял штаны прямо в подъезде, навалял слонячую кучу и с криками «Я родился», обтёрся об дверь соседки. Давайте нажмём на play. Снова всех приветствую на Пруха ТВ. Конечно, возможно, он думал, что если назвать канал Пруха, то попрёт и будет много подписчиков. Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Но, видимо, если перевести Пруха на русский язык, то это звучит так. Ты никогда не станешь популярным, ведь креативность у тебя равна размеру писюльки в белочке. Да, вот смотрите, гугл так и перевёл, я не вру. И по вашим просьбам, сегодня я его брошу в бензин. Так, признавайтесь, кто его попросил бросить бензин? Вы хоть знаете, какая цена на топливо сейчас? За эти деньги можно построить особняк в Москве по соседству с патриархом Кириллом. Стальное яйцо Тони Старка. Он в диаметре 5 сантиметров и купил новую горелку для него. Вот такое. О, но-но-но-но-но-но. Что это за звук? Я попал в 2000-е года? Когда по телеку показывали передачи и вставляли эти звуки, меняя кадры. Или это пакет с звуковыми эффектами для свадьбы? Но это ещё не всё. Прошло 26 секунд видосика и пора бы вставить крутую штуку. Правда, Пруха ТВ? Давай фирменно. О, что это за звуки такие? Слышите, что-то бежит куда-то. Это, наверное, блогеры побежали за такими же горелками, чтобы снимать видео про шар. Его шутка была настолько неудачна, что он сам это понял спустя несколько секунд. Отводит глаза в сторону, улыбка пропала, руки затряслись. Значит так, чтобы я не грустил точно так же, предлагаю вам поставить лайк под этим видосом. Ваш царский лайк поднимет мне настроение и заставит делать следующий выпуск. Я нажму на стоп, а ты нажимай на большой палец вверх. Договорились? Боже, как же я всех затрахался своими лайками. Итак, приступим. Да, конечно, давай. Нам ведь мало взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки. Давай-ка ты внесёшь свою лепту в развитие человечества. Шёл 2067-й. Люди успели заселить Марс, Юпитер, Венеру и даже Сибирь. Но яйцо чёрной улитки так и не загорелось. Прошёл какой-то там час и вот оно. Стальной шарик готов окунуться в миску с бензином. Мы уже купили попкорн и успели его съесть. И всё ради того, чтобы узреть самый мощный взрыв в мире. Ничего не произошло. Стой, 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 погоди. Может сейчас спустится ангел с небес и даст инструкцию, как правильно использовать горелку, стальной шарик и бензин. После чего ты пойдёшь на передачу о чумилые ручки, где готовы из пластиковой бутылки сделать шлёпки на лето. Единственные плюсы данного ролика, так это чётко подобранная музыка. Да, возможно, именно в бит по плану должен был произойти взрыв, но, лысый ёжик, этого не случилось. Это реально бензин, сейчас мы его подожжём. Да, давай мы подождём-с. Может хоть гейзер увидим, который будет бить прямо в небо. Но знаете, из каждой ситуации можно найти выход. И вот он. Пришло благословение и автор додумался поджечь бензин. Ёб твою... Вы видели? Да это же целый ядерный взрыв, мать его. Забудьте всё, что знали о взрывах. Сейчас вы увидите то, что заставит вас ахнуть, а ваших бабушек перекреститься. Вот такие неожиданные результаты опыта получились. Неожиданное не то слово. Никто не ожидал, что получится всё настолько весело. Подписывайтесь на канал Криспа. Он реально крутой чувак. Я его люблю. Чмавки-чмавки. Я уверен, что этот видос вам понравился. И теперь вы знаете, чем занять себя в выходные. Берите горелку, пиз**ки, пожигай всё, что видите. Жгите пока, молодые. А то потом придёт время, вам захочется создавать канал на YouTube. А ваше любимое имя, Пруха ТВ, будет уже занято. Надеюсь, вы всё чётко записали и оставили листочек себе на память. Если хотите больше таких видосов, то просто нажимайте на вот эту картинку, которая появилась. Нажимайте и подписывайтесь на канал. До завтра. И окакать. Субтитры сделал DimaTorzok